Ну что ж, наконец-таки я могу представить вам один из моих любимых шейбилдов в этой игре. Это не для там кликбейта или еще что-то, действительно очень комфортный и приятный в исполнении, в ощущении билд через Крашинг Хэнд, то есть через крушащий кулак. Ну и что ж, с вами Анубис и поехали. Все по классике, начинаем с скиллов, потом уже... Ну давайте, наверное, начнем сразу с Обители Духов, это Ягуар, первый слот, второй это Горилла. Дальше мы смотрим Древо Умений. По Древо Умений только, пожалуйста, не пишите в комментах, вот типа объясняю подробнее. Если буду описать еще подробнее, ну это в смысле вообще ролики там на час, как бы, ну такое. Это закидываем, вкачиваем, крушащая рука. Кстати, рука, я думал Крашинг Смой, думал кулак, Крашинг Хэнд, ну похер. А, ну да, кулак же по-английски по-другому. Ну, в общем, руку вкачиваем, это основной дэмэдж-дилер скилл с нашего всего билда. Причем он мне нравится то, что, ну, блин, он очень приятный. Он визуально приятный, он по ощущениям приятный. Ну, он нахеренно кайфовый. Поэтому мне это гораздо больше понравилось, чем вот эти перья. Шквал игл, хоть говорят, что это иглы, но на самом деле это перья, не надо нас обманывать. Он даже видно на картинке, что перо нарисовано. Так вот, закидываем сюда. Чтобы было полегче вам здесь ориентироваться, я вот сейчас армор свой сниму, потому что он дает один ко всем пассивным навыкам. Ну, это, конечно, имба. Вот один ко всем пассивным навыкам, это прям топ. Еще сюда шаку накидывать вообще капец будет. Это тема. Ладно, поехали. Сюда закидываем, прокачиваем. Здесь достаточно стандартно. Кстати, какой-то... Вот, вот это. Основные умения расходуют на 9% больше бодрости, но наносят на 15% больше урона. Так это точно такая же штукенция есть у некроманта. Я не просто так говорю, что этот ски, этот класс очень похож на смесь некроманта с убийцей. Вот прям очень сильно похож. Так вот. Ну, сюда закидываем. Это у меня не прокачано там дает шмот какая-то, уже не помню. По-моему, амулет вот этот. Нет, основное быстрота вот отсюда это у нас получается. Ну, да не суть. Давайте вернемся сюда. Здесь есть две интерпретации этого билда. Ну, их на самом деле больше. Кто-то качает парение. И парение делает уязвимыми противников. И плюс там есть аспект при применении парения. Применяется циклон. А циклон он стягивает, да? Вам надо стягивать все, чтобы как бы дамажить. Я пробовал парение, мне вообще не понравилось. Такая шляпа. Ну, ужас. Хотите попробовать сюда еще вот так закидывать? И три. И аспект здесь один еще меняете. И как бы нажимаете парение. Он там еще чуть умножает ваш урон. Делает уязвимыми. Но меня как бы устраивает это. Как мы делаем уязвимыми? У меня в кольце есть. Это самое. Удачный удар делает уязвимыми. Поэтому. Ну, плюс еще есть тоже аспект. Но я не помню. Сейчас он в этой интерпретации билдаун здесь стоит или нет. Но сейчас разберемся. Ну, то есть вот это еще прокачиваете. Бла-бла-бла. Сюда. Вот здесь можно не пять закинуть, а один. Вот. Но, чтобы непоколебимость еще там стаки получить. Мне пришлось закинуть пять. Но может чуть билд еще переделать. Ну, я даже, наверное, не буду. А может и буду. Посмотрим. Ну, и, соответственно, сюда-сюда. Вот это вообще топовая тема. Вот эта устойчивость. У меня через шлем она. Плюс пять к устойчивости. Но фишка в том, что... Нифига себе, тут талисман лорда изгнаника. А, это я промазал. Алла крана. Я уже думал тут. А, вот и лорда изгнаника талисман. Ни хрена себе, блин. Что, дюпанный, что ли, блин? Ну, спросим у него прайс. То, что у меня-то куда похуже. Если тот купить, вообще было прикольно. Ну, от в чате, короче, закидывают. Ой, ну сейчас аккуратно. Сейчас вы поговариваете, что дюпаны, вот такие шмотки продаются. И они могут быть... Ну, короче, типа, исчезают. Если их покупаешь, там, их тебя кблиззы как-то фиксят. Ладно, возвращаюсь к билду. Бим-бим, бам-бам, сюда закидываем. Это там закидываем. Это вот сюда, это сюда. Это сюда. То есть, что из них, да, какой аспект, что значит. Или пассивка. Вы можете прям навести, почитать. Чаще всего это либо увеличение урона, либо какие-нибудь там уменьшение урона, либо там, ну, так далее. Либо проходная, да, чтобы сюда там закинуть. Ну, и здесь вот эти три всегда становятся. Ягуар и мастхэв темп гения. Как бы ничего другое здесь не берется. Так, что еще вам здесь рассказать? Про наемников, да. Бим-бим, бам-бам. Еще иногда берут другого наемника сюда. Вот, кстати. Вот его иногда берут, наверное, на первое место. А вторым берут эту самую женщину-варвара. Не суда. Но можно ее и так, как бы там, кому как нравится. В этой интерпретации билда пока вот так. Ну, и давайте парагон, да. Вот в парагоне есть два варианта. Первый вариант это вот этот. Он более ДПСный. Здесь урона, ну, прям, наверное, в два раза выше, чем в прошлом там. Ну, во второй интерпретации. Ну, в прошлом, в котором я играл. Здесь прям урона гораздо больше. Но, чтобы он сработал, ну, хотя бы 230-240 парагона у вас должно быть. У меня 248. Он у меня там почти впритык, чтобы все важные... Работали грифы. И очень важно, очень важно, чтобы у вас все желтые работали. А они требуют там много силы, много ловкости. Ну, ловкость у вас, ладно, там много инты, много силы. Обращайте на это внимание. У меня это все закрыто с помощью, ну, короче, вот этого армора, да. Убер армора, который 272 ко всем характеристикам дает. Вот с помощью этого, конечно, все это закрываем. Но если у вас этого нет, будьте внимательны, чтобы у вас хватало. Чтобы это хватало, как это можно пофиксить, вставляют камни, которых не хватает, да. То есть камень на силу, камень там на инту. И сюда как бы запихивают. Так, смотрим. Что у нас здесь? У нас здесь дух, по-английски spirit. И едем наверх. Вязкий щит. И ритуал. Потом мы уезжаем третьим направо. Этот мы будем закрывать в самом конце. В самом последнем. Третий направо уезжает. Через доску обнаружения. И сюда мы тыкаем колосс. В общем, по-английски колоссал. Не знаю, почему перевели колосс. Как будто колоссал, ну, типа огромный. Ну, хотя колосс ладно, подходит. Потом сюда вниз едем. Боец ближнего боя. И превосходство. И закрываем наш парагон. Иссушением сил. С узлом, с гнездом символа. Гордыня. Вот. Вот это вот все. Больше ДПСа. Плюс какой-то из них. Сейчас я вам покажу его. На этот, как он называется. Вот, магический круг, да. То есть урон плюс 10%, плюс 26% мощность магического круга. Магический круг вы создаете. И в нем у вас увеличение урона идет. Потому что вот еще и в перчатках у нас магический круг. В кольце в одном. Ну, тут можно еще второй поставить. Но пока еще вариантов нет. В кольце в одном тоже увеличение. Там от урона, от магического круга. Вот. А он создается с помощью... Где у нас тут? Вот. Удачный удар с вероятностью 25% создает мистический круг. Ну, мистический, магический, сорян. Он мистический. Не будем путать его магию с мистикой, да. Это важно. Вот. Ну, и существует 10 секунд. И в нем, как бы, у вас там бла-бла-бла. Умножение, перемножение, урон за каждый эффект. Короче, все классно. Свирепость. Надо много свирепости. Вот. Непоколебимости, свирепости, устойчивости. Все это сочетается. И получается клево. Это вот первый вариант. Первый вариант. Есть второй вариант. По рунам. Ксол зал в шортах. Ну, впроте, впроте кипелеки, соответственно, по ккве. По-английски это вот так. Выглядит. Соответственно, руны такие. Про камни я уже сказал. Ну, для чего не хватает. То есть, ставьте. У меня здесь не хватает брони. Сопротивлению всем. Здесь барьера больше, чем надо. То есть, 90 с лишним процентов. Где он у меня здесь? 94 процента. Ну, и, соответственно, еще ловкости добавил. Вот так. Второй вариант выглядит вот так. Ну, здесь я вам, правда, на английском покажу. Но суть второго варианта. То, что вы еще набираете. У вас вот этот мистический, магический круг уходит. Но вы здесь набираете больше хп. То есть, это более выживаемый. Меньше дпс, но больше выживаемости. Прикольный тоже. Я в нем достаточно долго бегал. Кстати, чтобы не возюкаться, вот как я делаю. Я беру игру, переключаю на английский шрифт. Ну, на английские буквы, на английские слова. И, если надо, мне раз, быстренько вот это по парагонам тоже сидеть. Вот это головой переводить. Я английским не сильно владею. Это, ну, забей, короче. Поэтому вот этот вариант. Причем, что примечательное, вы можете вообще... Блин, а где здесь? А вот он. Ну, вот этот, да. Вы можете вообще не менять снаряжение. Единственное, только аспект один поменять. То есть, меняете полностью парагон. И меняете полностью... Ой, полностью. И один аспект. И все. И у вас работает. И у вас все прекрасно будет работать. Понимаете, фишка? То есть, вы можете попробовать так. Не понравится. Можете попробовать... Да что ты. И давай ехай. Можете попробовать по-другому. И у вас будет работать. И вот, допустим, вы захотели не в моем этом билде поиграть, а в более выживаемом, но чуть-чуть в ущерб ДПСу. Соответственно, что мы меняем? Мы просто берем перчатки. Аспект восхода луны ставим. Когда базовое умение наносит урон противнику, ваша скорость. Бла-бла-бла. А у нас основное вот это умение становится базовым. Из-за того, что мы используем прутки-пилеки. То есть, ваше основное умение теперь становится базовым. Ну, это все. И мы через вот этот аспект получаем гораздо больше выживаемости, а этим нивелируем потерю ДПС. Но тут уже смотрите сами, кому как нравится. Мне вот эта интерпретация побольше нравится. Из-за того, что мобы рассыпаются, шотаются просто. Ну, вот посмотрите, это вторая интерпретация этого же билда. С другим парагоном у тебя, помимо того, что укрепление, у тебя еще, ну, барьер накапливается. Ну, видите, обратитесь слева снизу. Прямо там двойные жизни. Но урона меньше. Это, во-первых, сотый портал. Урона, ну, все равно чутка поменьше, чем на вот той, что я сейчас бегаю. Ну, как чутка? Ну, прям поменьше. Поменьше урона по ощущениям. Вот. Но зато здесь больше выживаемости. Вот в этой версии, да, если вы хотите более быть танковым. То есть у вас там два уровня ХП, еще плюс барьер. Вот. Блин, да, кстати, я сейчас смотрю ролик, и урона вообще нормально. Но я вам серьезно говорю, по ощущениям, вот я сколько в этом билде бегал, там, 3-4 дня, прям много я в нем бегал. И когда я перешел в эту новую версию, ну, по ощущениям, гораздо быстрее, гораздо сильнее стал билд. Не знаю, почему. Ну, вот такие вот у меня были по ощущениям. А сейчас вот я смотрю, как будто да так же. Плюс-минус, да, но здесь, типа, больше этих самых, больше дефа. Ну, и в том я не скажу, что я прям как-то там страдаю. Ну, вы видели, там даже, ну, не близко не было, чтобы меня кто-то там шотал или уничтожал. Хотя, тоже, кстати, есть вариант и в этом бегать. Ну, давайте уже досмотрим. Здесь осталась, наверное, минута. Ну, это я, кстати, на стриме. Это я на стриме как раз вот эти все глифы качаю. Здесь, может быть, даже еще и глифы не прокачаны. А, кстати, может быть, боссы здесь я буду долго долбить. Ну, опять же, да, видите, оно все по ощущениям. Ну, 101-й портал, ну, плюс чуть-чуть он сильнее был бы, да, я это все-таки там на 101-м показывал. Вот, ну, в принципе, 101-й, как бы, ну, и 100-й, ну, не прям, чтобы какая-то там суперсильная разница. Вот 100-й, там, 110-й уже там базару нет. Уже там уже разница такая, что, как бы, ну, там, забей. Особенно там 100-120-й, это вообще, ну, вон нахер. Ну, да, короче, и то, и то нормально, потому что сейчас класс этот поломанный. Близзы хотят, чтобы вы покупали Диабло, чтобы вы, как бы, башляли. Это как в Диабло 3 было, когда ввели тоже, да, там, DLC с Некромантом. Там Некромант был просто безумно поломанный, он там закрывал, там, там тоже эти порталы Нефалемов, насколько я помню, там назывались, они там вообще там на изи, как бы, разматывал. Вот. А это здесь, да, я жалуюсь, что у меня персонаж просто встал на месте и завис, я не мог им двигаться, и чуть-чуть не отлетел. Хотя, да, тоже, видите, ну, блин, там вот эти все барьеры, попробуй с него это еще, еще сними. Очень такой танковый, очень танковый. Прям с кайфом. Вот. Ну, опять же, да, если вы хотите 150 портал закрыть, этот билд не для вас. Это не давай, надо что-то другое искать, надо что-то самому-то, может быть, подбирать. Этот вот для такой комфортной игры, ну, чтобы было вообще все по кайфу. Ну, посмотрим сейчас, что будет с боссом. Да не, кстати, нормально отлетает, вообще нормально. Вообще. Короче, можете и это тоже использовать вообще без проблем. То есть и то, и то, оба работоспособных. Ну, и что у нас остается? У нас остается самое сладенькое. Это наши вещи. И, типа, как все работает, за счет чего, почему. Поэтому, самая, наверное, длинная часть. Мы поехали. Здесь шлем. Ну, понятное дело, мы что хотим. Мы хотим, га, га, это вот эти звезды, да. Мы хотим ловкость, здоровье, максимум запасы из эссенции, да. Опять же, в этом билде все то же самое, что и в перьях. Тоже 275 минимум эссенции нужно. То есть, в принципе, эти билды с перьями очень сильно похожи. Но об этом я чуть позже расскажу. Но в целом они практически... Ну, не то, что там прям совсем одинаково, но реально прям... Но перья помощнее. Перья мощнее, но они уже меня просто достали. Мне вот хочется уже что-то новенькое. Вот это меня вполне устраивает. Поэтому шлем... Единственное, тут как бы, смотрите, фишка в чем. Прочность барьера, конечно, хочется иметь. И вот у меня устойчивость. Но... Что такое устойчивость? Это у нас вот здесь вот темка. Которая дает больше запаса здоровья. И, соответственно, от запаса здоровья урон повышается. И выживаемость, и так далее, и тому подобное. Она прям, ну, реально кайфовая. Классная имбовая. Но... Вот есть еще непоколебимость в шортах. Видите? Вот плюс 6 к непоколебимости. И после того, когда 20 у вас непоколебимости стаков... У меня сейчас 16. Если у вас 20 стаков непоколебимости, там срабатывает баг. Ну, вроде бы это баг. А может быть и фича. И у вас там, ну, урон прям кратно повышается. То есть, соответственно, если сюда я закину непоколебимость... Ну, я это закинул, знаете, как будто бы понерфят эту непоколебимость. И не будет вот этого вот ультра там бага, который повышает там вас... Из вас там делает Годзиллу там, уничтожителя. Вот. А устойчивость в кайф. Ну, я еще попробую еще один шлем там себе где-нибудь выбить. Накрафтить на нем непоколебимость. Но меня и так все устраивает. Поэтому я мозги себе не выношу. Соответственно, со шлемом разобрались. Здесь армор, покров, вот это вообще по кайфу. Если такого нет, можно взять кому-нибудь уникальный. Стандартно, что смотрите. Здоровье. Если, может быть, кстати, Max Resist... Не Max Resist, а Resist All. Это раз. Второе, это ловкость. Да, в принципе, плюс-минус вот то, что вас интересует, как обычно. Здоровье, Resist All, ловкость. Ну, и армор, если у вас еще капа брони нет. Тысяча у меня, кстати, нет. Соответственно, можно заменить. Но лучше, конечно, вот этот. Этот покров прям вообще топовая штука. И в ней хочется, чтобы ГА прокнула, во-первых, на жизнь. А во-вторых, закалка у Кузнеца тоже, конечно, на жизнь. У меня два раза в жизнь. Один раз во все характеристики вообще меня устраивает вполне. Перчатки. Ну, у меня перчатки слабенькие. У меня крушащая рука. Ну, и видите, крит урон, который, конечно, здесь нахер не в серсе. Здесь вот скорости атаки. Ну, и опять же, да, либо жизнь, либо уменьшение затрат ресурса, либо вообще вторая, второй вариант, это когда заменяется вот это кольцо, а здесь ставится ГА, Лаки, Хит. Ну, то есть, грижный удачный удар может восстановить вам ресурсы. Там ресурсы восстанавливаются. Если еще закалкой у Кузнеца попасть пару раз, 100% будет, по-моему, даже одного достаточно или два. Точнее, по-моему, два. По-моему, там в базе 70, по-моему, процентов ресурса, потому что так, без ГА 50, ну, что-то такое. Ну, эти перчатки на рынке стоят просто какое-то колоссальное количество денег, поэтому я пока пытаюсь себе выбить, либо, может быть, попозже там куплю. Ну, не хватит, мне даже вот моих 11 миллиардов, как бы, ну, не хватит. Опа, нифига себе, прудки-пелеки. 1.6. Слабо, слабо, блин. Ну, 1.6 слабо, а так, конечно, нифига тут. Барыж не идет уже с утра. Ну, мой, конечно, слабенький, пруд надо менять, поэтому я так гляну. Ну, и здесь хотим, если... Короче, все. Про тот билд, который, типа, про деф, ну, типа, хрен бы с ним. Все, я про него рассказал, что он есть, типа, там его изменить, вот так, раз-две вещи, и все, и готово. Я все останавливаюсь на своем билде, который сейчас использую. Здесь мы хотим прочность барьера и, соответственно, магический круг. Шорты. Ну, шорты вообще у меня топовые. Ловкость, запас здоровья, броня, и, опять же, прочность барьера, и непоколебимость. Ну, непоколебимость я уже рассказал. То есть урон повышает. У меня здесь в шортах чаще всего используют место брони, плюс 3 к базовым умениям. Это классно. Но у меня с броней проблемы. У меня вот сейчас, вот у меня, ну, 660, если шорты снять, это минус, ну, блядь, что же такое вообще? Ну, шорт еще там базовая броня есть, 160. Но суть в том, что минус там 450 брони отсюда, это вообще забей. Поэтому я себе поставил броню, чтобы, ну, вообще-то, меня не шотали. Соответственно, здесь все понятно. Старайтесь, вот, билд тоже подсобирать под то, что вам нужно. Ботинки прикольные. Купил я их тоже. Ну, почти как и все здесь. Так, что у меня здесь? В 208 ловкость, здоровье, скорость передвижения. И здесь, кстати, вот циклон еще. Вообще неплохая штука. Циклон, это, соответственно, вот эта вот хрень, которая стягивает. Вот у меня не было сначала этого циклона. И я немножко так вот, ну, не то, что мучился, но не нравилось мне. А вот потом я циклон ральнул, и вообще кайф. То есть прям, ну, стягивает. Вначале, ну, там реально чуть-чуть так стягивает, а потом, ух, как стянет, все езжи. Короче, ну, вы поняли. Вот, ну, опять же, везде живучесть пытаемся загридить у кузнеца. Везде заживучесть. Потому что живучесть, это... Это наш урон подавляющего. Да, ну, прутки-переки у меня слабенькие. У меня, видите, 2.4. Ну, у меня есть, кстати, запасной. Ну, я не знаю. Да, точно, я же запасной. Я уже себя купил на 2.8 и тоже основное. Я вот думаю, его продать, еще добавить и купить прям вообще на 3%. И тоже главное, чтобы урон основной и максимальный ресурс был. Ну, вот еще не это самое. Не решил. Вот, кипелеки. Здесь что нужно? Ну, чтобы макс ресурс был. Ну, и урон от основных. Понятно, если у вас, как бы, ресурса хватает. Ну, 2.88. Если еще банку выпить, еще будет, ну, 313. В принципе, хватает. Можно, если денег мало, то, как бы, отказаться от макс ресурса. Но я не рекомендую, потому что все-таки макс ресурс тоже это больше ДПСа. Вот. Его тоже надо грейдить. Соответственно, в кипелеке мы хотим всегда, чтобы у нас прок падал на умение основное, поразить цель дважды. Вот это сейчас прямо. Она до патча... Ну, собачка подошла. Еще ее не погладил. Ну, и ладно. Иди себе. Вот. До патча, который вышел там буквально 3-4 дня назад, эта херня не работала. Основное умение не поражало дважды. Ну, вот такая вот игра. Вот так вот, пожалуйста, делают вам, а оно не работает. После патча заработало, и все. И все просто начали поголовно вот это вот. Ну, там цены взлетели на вот это. Поразить дважды просто нереально. По талисману. Он это стандартный. Этот талисман как раз нам и позволяет кастовать все в подавляющем уроне. Потому что, если вы тратите 275 единиц основного ресурса, то, соответственно, урон подавляющий, умножается, бла-бла-бла. И как бы только от подавляющего у нас ДПС здесь идет. Без этого талисмана билд не работает. Ну, соответственно, кепелекий талисман и вот это кольцо, это три самые важные вещи. Без остального можно как-то заменить, обойтись. Но вот без раз, два, три ваш этот билд работать нахер не будет вообще никак. И здесь тоже хочется, чтобы у нас здоровье прокнуло. Здесь вообще мне повезло. У меня три раза прокнуло здоровье и 27% максимум запаса. Но, сам по себе, амулет, конечно, чуть-чуть слабенький. Да, конечно, ну, надо получше. Буду еще искать, покупать. Потому что, ну, скорость, подавляющий урон, урон основной. Ну, амулет просто топовый. Так, а ну-ка, что здесь еще за пруд? Кепелекий продается 1.6. Это мы уже видели. Вот. Колечко. Колечко тоже достаточно посредственное. Удачный удар с вероятностью делает уязвимыми. Потом снижение затрат ресурсов. Макс здоровье. И еще раз снижение затрат ресурсов и магический круг. Что значит снижение затрат ресурсов? Ну, я так понимаю. По идее, да, вообще, типа, блин, нахер тебе снижение затрат ресурсов. Ты там на каждый удар из-за прута, ты, типа, тратишь всю эссенцию. А потом восстанавливаешь, типа, что за затрат ресурсов. Но, видимо, игра, видимо, игра думает, что если ты снижаешь затрат ресурсов на до 10%, то, соответственно, типа, снижение затрат ресурсов меньше, то, соответственно, у тебя, типа, бодрости больше, манной. А чем больше бодрости, тем больше ДПСа. И тем самым, короче, снижение затрат ресурсов повышает ваш ДПС. Вы могли это заметить, когда берете вот этот столб, да, который вас грейдит. Ну, поняли, да? В донжах, блин, как же он называется, я забыл, из головы вылетело. Короче, в донжах вот эти столбы, которые вас апают. И там есть с чашей, с кубком такой столб, который убирает КД на ваши умения. И вы, наверное, замечали, ну, если вы в этом билде играете, что ДПС там просто нереально возрастает, просто нереально начинаешь просто все долбить. Соответственно, какая-то там то ли ошибка, то ли что, то ли это фича такая. Ну, в общем, снижение затрат ресурсов реально прям помогает. Но я бы вот тоже не фанател по этому снижению. Здесь у меня просто кольцо такое, с кольцами проблема, кольца дорого стоят, поэтому вот у меня есть такое с пользой. Я бы что сделал? Я бы здесь хотел, конечно, ГА на здоровье в кольце. Второе, я бы хотел ГА на скорость атаки. Вот это идеально. Здоровье и скорость атаки. С этим снижением ресурсов, ну, хер бы с ним, типа, вон, у кузнеца можно ральнуть. Вон, внизу снижение затрат, да, и нормально. Ну, и мощность магического круга. Магического, не мистического. Вот тут мистический круг. А тут магический круг. Боже мой. Я надеюсь, это одно и то же. Магический, мистический. А я и думаю, что я их путаю, потому что здесь магический, здесь мистический, а здесь какой? И здесь магический. Ну, похер. Подожди. Удачи, что он создает. Ну, да. Ну, так и есть. А почему здесь он мистический, если он и есть? Короче, это одно и то же. Только что-то перевод разный. Ладно. Ну, еще вот это кольцо используется, чтобы восстанавливать эссенцию. Сейчас уже придумали, да, как я уже говорил, в перчатках. Удачный удар восстанавливает эссенцию. И от этого кольца отказываешься. И сюда еще, ну, более важный аспект можно поставить с колечком. И, конечно, ну, кайф. Потому что, как само по себе это кольцо, ну, как бы такое. Вот даже вот точно такое же сюда поставь, и вообще будет профит. Соответственно, ну, вот в двух словах вам рассказал. Теперь, ну, надо показать на деле, да, что умеет этот билд. Чуть не забыл про аспекты. На самом деле, в аспектах все достаточно стандартно. У Духорожденного у него есть вот буквально 6-7 аспектов, которые прям просто имба. И вот они здесь и используются. То есть, первое, это здесь вот замедляя противников. Это, ну, наносите больше урон, под действием страха и так далее. Вы, там, делаете страх, соответственно, когда пользуетесь плетью. Вот этой хренью она, там, всех в страх, там, повергает. И, соответственно, в аспектах, что у нас происходит. Мы делаем себе множители урона. То есть, вот это множитель урона. То есть, вот от него урон, плюс урон от подавляющего, плюс урон от крит удара, плюс урон, там, еще от другого, к примеру, этого круга магического, мистического. То есть, это все перемножается и, там, просто шайтан-машина все это делает и выдает, там, миллиарды, триллиарды урона. Поэтому, вот такие здесь аспекты. Фишка в аспектах, если вы не знали, у вас они до определенного уровня, распыляя предметы без звездочек, они, там, до определенного уровня. Например, вот этот аспект, по-моему, до 30, что ли. 30% он может быть, если это в обычной шмотке. Если шмотка со звездой, он может и до 40, как бы, долетать. Вот этот аспект лично я купил. То есть, 37% я выбить не смог, у меня был, там, по-моему, 30%, я до 307, там, докупил. 40% стоит, там, просто, ну, unbelievable, нахер, вообще. То есть, там, просто забей. Соответственно, перчатки. Удачный удар создает этот мистический круг. А у нас много через мистического круга урона, и это просто имба. Вот здесь вот, вот этот аспект невероятно дорогой. Я смотрел, там, 15%, 40 миллиардов, 50 миллиардов. 15% аспект купить, представляете? Поэтому, если вы выбьете шмотку с таким аспектом, то есть, шмотка должна быть со звездой точно. И, соответственно, 15% аспект за непоколебимость. Это, ну, 40 миллиардов можно продать точно. Ну, я использую 10, потому что, ну, другого нет. Вот, здесь максимальное число свирепости. Ну, здесь 4, но тоже, конечно, надо 5. Ну, не могу нигде выбить, купить, очень дорого. Столько денег нет. В кольце крит урон увеличивается на 58%, вероятность блока, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Поняли, да? В принципе, здесь, понятное дело, вы их не поменяете. Ну, еще один аспект я там показывал. Это от базовых умений увеличивается скорость. Тоже достаточно неплохой. И вот с этими аспектами можно делать. Еще делают, да, вот сюда ставят. Есть еще аспект, если вы играете через вот эту хрень. Там есть аспект, когда вы, это самое, применяете, я не помню, то ли парение применяете, то ли какой-то из навыков. Да, по-моему, парение. Да, когда вы применяете парение, срабатывает циклон. И вот он как бы, ну, мне не нравится. То есть это, во-первых, аспект один нужен. Вот, второй там есть еще, раньше был аспект, типа, когда ты, ну, я еще попробовал, тестировал, когда ты используешь навыки, по-моему, воплощения, да? Ну, не прям, чтобы воплощение или воплощение. Короче, вот этот применяешь навык, вот этот навык применяешь, ну, воплощение, по идее, да, воплощение. Да, когда я использую эти навыки воплощения, все вокруг вас становится уязвимым. И это еще один ножитель урона. Я тоже его пробовал, тестировал, мне не понравился. Легче взять в кольце удачный удар, с вероятностью 56% делает противника уязвимым. Соответственно, это, ну, как будто бы профитнее. То есть ты не тратишь аспект на это, ты можешь потратить, как бы, одну ячейку, да, в кольце, и все идеально. Что еще можно попробовать? Так, это перчатки на, вот, если на них ГА прокнет, ну, вот эта звезда, на удачный удар, восстановление эссенции. Вот их можно попробовать. Тогда можно это кольцо заменить и сюда еще один какой-нибудь с множителем вставить. И вот тогда просто будет очень много урона, еще больше урона. Но такие перчатки, например, с крушающей рукой и с удачным ударом стоят, опять же, то, что 40-50 миллиардов. Не понимаю, что это за цены, но вот такие цены. И да, я знаю, как иногда тяжело стартовать, как бы, с нуля, новый сезон и так далее и тому подобное. Поэтому, если вам нужна гильда, залетайте. У меня гильда Ходячий Легион. Пишите на стриме. Будет вам принятие в гильдию. Это раз. Второе, это у меня вот есть всякие кипереки, очень хорошие. И есть не очень хорошие, но вот много с эссенцией, да, с ресурсом. Есть и с урона-то основного. Короче, на стрим залетайте без проблем. Кому надо, я там могу и кипереки подогреть. И там талисман лорда-изгнанника. Ну, тоже там с ГА. Тут еще у меня там чуть-чуть шмоток есть, да, каких-нибудь там разных. Без проблем, там, кому прям ультра нужно. Приходите, пишите, и я вам что-нибудь подогрею. Да без, ну, то есть, не за деньги, ничего. Так, как бы, да. Ну, еще всякие кольца, перчатки, брони есть тоже там с живучестью, с ловкостью. Поэтому, короче, залетайте. Если у меня будет вариант, я вам, я вас взгрею шмотом. Ну, не так, что прям полностью оден. Ну, если есть что-нибудь там, как говорится, один шмот в одни руки, если будет много желающих. Так что, такие дела. Ну, одно из самых значимых и самых кайфовых, это, там, 101-я яма. Почему 101-я? Ну, потому что ее чаще всего оформляют. Выше почти смысла нет. Я смог закрыть в этом билде, по-моему, в районе 120-й ямы я смог закрыть. На 123-й там мне, ну, короче, там надо боссов еще ловить, чтобы нормально. Но тут, как бы, уже эти самые мобы, там, железобетонные, их там пробивать, это просто забей. Ну, и плюс, по луту и по уровню, по опыту, как бы, особо разницы нет. Поэтому самый профит, это бегать, там, ну, 101-е там, даже, смысл, наверное, 105-110 нет. То есть, 101-я яма, самый лучший вариант, потому что вы в ней и глифы все свои вкачаете, там, до сотого уровня, кстати, еще не все докачаны. И в ней и лут хороший, и, ну, короче, все, что надо, это 101-я яма. Но самый сильный опыт, все равно, если вы хотите опыт, это нужно найти вот эти компасы инфернальной орды, 10 волн, там, и так далее. 6, 6 нам не надо. Вот, поэтому показываю на примере 101-й ямы. Но мне очень нравится. То есть, именно вот ямы и компасы бегать одно удовольствие. Но есть одно но. И там, короче, главное, чтобы эпилепсия не началась, потому что билд очень быстрый и очень, ну, прям такой задорный. И орды это вообще забей, но я покажу, конечно. Ну, здесь, как бы, вот оно все, видите, раз-два и готово. Я специально там включил подавляющий урон, чтобы было видно. Раньше я играл, ну, без цифр, оставил подавляющий, ну, чтобы примерно показать. Вот это 101-я яма, как бы. Ну, смысл там более высокую яму проходить нет, но я не знаю, буду показывать, не буду. Но, как бы, я не вижу смысла, типа, 150-ю яму, чтобы этим билдом закрыть, надо его еще, во-первых, допиливать. Во-вторых, там, ну, шмо должен быть идеальным. Ну, даже, наверное, первый шмот идеальным. И, как бы, его еще допиливать. Понятно, на перьях вы 150-ю сможете закрыть чуть ли там ни на говне и палках, сейчас вот есть, да, там, механики. Но, опять же, мне перья не нравятся, мне вот это нравится гораздо больше. Ну, блин, ну, посмотрите, ну, какой кайф просто. Ну, что это вообще просто. Меня вообще тут невозможно ни убить, ни пробить. 101-я яма там отлетает за несколько там, ну, что там, 2-3 минуты в среднем, если там компании бегаете. Один бежит на второй уровень. На второй уровень первый парень остается на первом уровне, и все. И, как бы, все это долбите. О, нифига себе, кто-то серьезный попался. Ну, давай, иди сюда. Хорош, достойный соперник. Для меня это была честь сразиться с тобой, пес. Короче, очень все элементарно. Классно. Кайфово, замечательно. Мне прям, ну, мне мои мелочи. Это билд, ну, гораздо интереснее для меня, чем вот, чем перья. Ну, по ощущениям, да? Кто-то может не согласиться. Без проблем, качать теперь я не против. Соответственно, ямы разлетаются только-только в путь. Почему? Да потому что мы банда. И сюда давай. Ну, клево, клево. Сейчас еще до босса дойдем. Босс тоже так же примерно отлетает. Причем, на этих ямах можно фармить и шмот. Можно фармить и уровни. Все, что хотите, можно фармить. Причем, этот билд, что мне нравится, он любой контент. Закрывает вообще любой контент. Я помню раньше, там, прошлые патчи, сезоны. Ты, типа, хочешь один контент, и тебе нужно, ну, под этот контент делать билд. Хочешь другой, там, типа, был билд, который быстро ямы проходит, но там плохо убивает убер-боссов. Тебе нужно было, ну, выбирать, что ты будешь там делать. Типа, и под этот свой билд подстраивать. А сейчас все, сейчас упростили. Сейчас, пожалуйста. Один билд, вообще любой контент, который вы себе тут можете придумать, он все это делает, все это собирает. Но, опять же, я говорю про один билд именно у этого класса, да. То есть, остальные классы, честно будем говорить, они похуже, послабее. Этот сейчас класс имба, вот, ну, дальше может что-то изменится. Все, сколько, пару минут пробежал, просто райт-кликом, ну, 3 минуты, да. И вот он босс, и сейчас мы его приговорим. Так, бим-бим, бам-бам, все, иди сюда. Все, нету босса. И то, кстати, это еще долго. И, как бы, он, он еще быстрее должен отлетать. Ну, и давайте я вам вот эти орды покажу, да, компасы, соответственно. Я открыл на 6 волн, ну, в принципе, тут пофигу. Я просто показать, да, весь ему, то есть, ну, насколько, вот, вот, вот. То есть, просто я зажимаю, вот у меня на Q стоит, да, на клавиатуре, то есть, ну, блин. Я даже могу ничего не кастовать, то есть, мне не надо какие-то еще там дополнительные забафы, потому что я просто Q зажал. Ну, конечно, если еще подключать вторую руку, то вообще прикольно будет. Ну, можно вот так вот ковыряться в носу, и просто вот он сам у тебя там бегает одной кнопочкой, блин, все делает. Вот в этом-то и прелесть, вот в этом-то и прелесть, блин, да, вот. Ну, посмотрите, как быстро вот он мобильный, ну, в начале, единственное, мне было, конечно, чуть непривычно. То есть, я прям, думаю, что за херня, чуть, ну, чуть ли не укачало меня, вот я серьезно говорю. То есть, а потом я как-то вот вошел во вкус, и вы можете просто тут, ну, долбить все, размалывать в такие щепки, в такие щи. Да, блин, ну, короче, прикольно. То есть, именно вот такой вот геймплей, если вам нравится, если вас как-то там привлекает, очень быстрый, то попробуйте, попробуйте собрать, достаточно, достаточно приятный. Ну, мне было в начале, после этих крыльев, реально, ну, после перьев, ты такой думаешь, блин, что за херня вообще, это что такое, то есть, все, 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 все блымит, все дергается, на стриме тоже, как бы там зрители говорили, блин, Димон, что так, это вообще, типа, экран дергается, но в этом есть свой шарм. То есть, здесь-то фишка в чем, вы находитесь в маленьком замкнутом пространстве, и, соответственно, ну, что-то, три экрана, блин, вся локация. И по ней вот так вот перемещаться, вот так вот фармить, все, долбить, ну, прям, одно удовольствие. Еще и вот можно там стянуть перемик, так не сделаешь. Блин, ну, меня уже чуть подукачало, ух, что-то я прям... Оно есть, да, есть минус, как говорится, есть нюанс, есть нюанс здесь, потому что, блин, ну, если долго вот так вот туда-сюда нырять, но у меня лично подпаду качивает, то я серьезно говорю, то есть без рофла. Вот такой вот, короче, где-где вот, а такой минус я от билда не ожидал. Но, оно все, конечно, разлетается просто там, просто на ура. Ну, вот шестая волна, например, тоже разлетается, ну, на раз-два. Не скажу, что-то прям какое-то грандиозное, то есть, или какой-то там ДПС там у мобов. Да нет, просто вот раз-два и готово, туда-сюда прыгаешь, скачешь. Шарик прыгает и скачет, он желает вам удачи, шарик прыгал и скачал, и куда же он упал? Блин, что-то я вспомню этот лохотрон. На рынках, блин, раньше разводили в 90-х, мы когда с предками ходили, там что-то шмот выбирать, блин, там... Это вообще, конечно, капец. Ну, похоже, кстати, похоже тоже. Блин, ну, это жесть, но единственное, кажется, вот это дергание экрана, к этому надо, блин, привыкнуть. Я еще не могу, поэтому мне больше нравится проходить эти самые, как они, порталы. То есть, ну вот, это, конечно, клево, классно, замечательно, но вот порталы мне больше по душе. Именно вот как-то вот в портал заходишь, ну, яму имеется в виду, яму, да, то есть в яму залетаешь, и прикольно. Ну и вот смотрите, что с боссами, в принципе, сейчас тут будет происходить. Да ничего особенного, как бы, разлетается на раз-два, вот и все. Ну вот и нет боссов. Короче, с кайфом. Так, что тут еще? Духи тут летят. Ну, давай их сюда. Скопление. Сюда его. Ну, а что? Вроде бы тоже должен был мне скинуть. Для призыва боссов чего-нибудь нет. Поэтому Этот билд мой максимальный, так сказать, рекомендацион. Ух, нифига себе, амулет. Две звезды. Скорость атаки, ловкость, нифига, приятный. Что еще хочется рассказать про этого персонажа, про в целом этот билд? Да то, что он просто превосходный. Ну, мне прям супер нравится. Реально, он приятно в ощущениях. Лучше, чем перья, слабее, чем перья. Я не буду тут о-о-о-о все собирать. Да нет, ну, на любителя. Мне уже, ну, я уже давно как бы отошел от вот этих, там, мерения письками, там, между стримерами, блогерами или другими игроками. Типа, вот я закрыл 150-ю яму. Я закрыл. Нет, на 150 яму вообще похеру. Да, если бы этот билд мог ее закрыть, было бы, конечно, прикольно. Но здесь основной контент, он не нужно тебе вот эту 150 яму выдрачивать. Да не нужно. Я тоже говорил и в прошлом ролике, да, если вам интересен билд про перья, он у меня есть, там, это самое, прошлый, по-моему, ролик на канале про перья. Ну, они очень похожи. Но вот это мне очень нравится. Во-первых, геймплей на классный, он геймплей на классный, визуально приятный. Он более динамичный, более быстрый и, ну, как еще, че, ну, да и, в принципе, не уступает особо, там, по уровню и выживаемости. Ну, как бы, уступает. Ну, давайте так, не особо. Вот с поправкой не особо. Каждому, типа, ну, какой билд кому выбрать, вообще, это у каждого свои предпочтения. Кто-то, он на друидах играет. Мне друид вообще не залетает. Ну, вообще никак. А вот этот персонаж прям с удовольствием. Прям вообще с удовольствием. И что самое главное, ну, любой контент. Ну, ты захотел. Вот мы вчера бегали вот в эту хрень, блин. Не помню даже, как она там называется. То есть просто пробежали ее вообще на изи, там, за полчаса в пати в четырех закрыли. То есть это, типа, как рейд, что-то такое, да. Захотелось тебе сюда там залететь. Да, блин, вообще не вопрос. Сюда прыгаешь, там, через вот эти вот травы, где они, там, блин. Растения, дары, тоже там все формишь. Захотел убербоссов, да вообще больше, там, с трех тычек убербосс, там, лилит, там. Любой вообще отлетает, там, на изи вообще, что хочешь, как бы. Захотел сюда, захотел сюда. Любой контент. Любой вообще. Ну, кроме, да, там, 150-ая яма. Вот это только. А так вообще, как бы, ну, просто пофигу тебе. Че хочешь в этом билде держи. Вот это превосходно. Это превосходно. Быстрый, ловкий, сильный, интересный. Блин, с выживаемостью, с уроном. Визуально. Короче, блин, ну, я уже все рассказал. Для меня этот билд сейчас номер один. Ну, дальше посмотрим. Может быть, некроманта еще качну. Там, вроде как, через кровавую волну он сейчас играет. Ну, причем, просто кровавой волной, типа, дамажит. Раньше, помню, некроман, там, у меня есть билд, где кровавая волна оставляет сферы. И уже из этих сфер там мы выбрасываем. Ну, короче, такое. Ну, типа, оттуда кровавые еще копья летят. А здесь... Ну, короче, такой вот получился. И ролик, и выпуск, и билд. Хотите, пробуйте, и хотите, не пробуйте. Я вот вам все рассказал. Максимально, более-менее подробно. Ну, и в сжатые, так сказать, сроки, чтобы тоже там не растягивать там на час ролик. Ну, поэтому, что, лайк, подписка, комментарий. Если что, заходите на стримы. Пообщаемся. Давайте, всем пока. До встречи на больших экранах, либо на моих стримах. Продолжение следует...